значит смотрите продолжаем работу локтевую работаем жестко мануальные техники у нас с воздействием сразу на косо связочный аппарат человека и мы переходим после растягивания декомпрессии спины к лопатке ну то есть по принципу одно движение переходит в другое так до становились там продолжаем чтобы нам не скакать кусочками это вот очень неправильно люблю мне так так делают когда скачет массажиста тут тут поработал тут поработал посмотрите предыдущего мы растянули позвоночник прощелкали его может быть вашего веса не хватит особо щелкнуто нам отдельно еще с лопаткой поработаю для этого мы видите руку тут же оставляем берем его всю лопатку разминаем еще раз пока одна рука делает массирующие движения 2 забудут руку за спину перехватываем там за нам удобнее и облокачиваемся на крестец по сути ничего страшного нету вы не на позвоночник нажимаете а вы на крестец тазовые кости у человека самые сильные самые мощные поэтому какой бы у вас не был вес у самих да и никакая вы не было предварительно хрупкая там девочка не бойтесь не раздавить но таким способом во первых что мы раздражаем себе поясницу вот я поясню одна нога будет висеть просто и вот эта часть тела соответственно сейчас левая я полностью висит расслабляется потому что сейчас будет работать наш правый локоть еще раз продолжаем разминаем все мышцы вокруг лопатки заметили это руками тоже движется то есть я это рукой маневрирую смотрите если я хочу займись сюда поглубже я поднимаю если я хочу раздвинуть лопатку вот эти мышцы трапеций номера я опускаю локоть или даже могу чуть подвинуть поближе к себе вот так чем двигается тем больше открывается лопатка понятно да у них в друзей прямо туда чуть ли полладони не можно засунуть под лопатку так раскрывается сильно это рукой маневрируйте повыше и пониже кроме того для особенно тех у кого поясница больная да есть такое простое упражнение домашнем приходе его кстати можно использовать многие чуть не делают не знаю это просто вот раскачивание пояснице медленно человек лежит и он можно раскачивать да ну вот это дает расслабление на всю эту группу мышцы вдоль пяти поясничных позвонков этот прием мы также используем здесь параллельно с тем как у нас работают рукава вокруг лопатки то есть мы просто не мягкое время движения вот слегка покачиваем ведь уже идет процесс лечебный расслабление а вторым локтом 8 минут мы разжали до потихонечку мышцы трапеции разминаем и переводим сразу на активу технику то есть не отдельно как-то перескочили переставили руку да а все движения плавно одно переходит мягко другое локтом продолжаем делать декомпрессию снизу вверх то есть да наши спиралевидные движения и при этом мы мышцы стараемся как можно больше отжать отдавить от позвоночника в сторону лопатки вот а потом широкими трапеции вот так вот эти вот теперь сейчас я проходил паравертебральные мышцы теперь непосредственно под лопаткой растягиваю и ухожу под шею корпус тела заметьте как мы отклонились назад потому что я достаточно сильно трапецию растягиваю обратно вот это костяшка большого пальца заметили еще раз показываю переходим на точечную технику когда у нас вот вся трапеция да тут она крепится здесь емко такая потом . посередине есть . езди уголок лопатки вот с этой стороны все точки мы прожимаем пеппендикулярно тело человека тут отсюда есть углом здесь туда лопатку и техникой широтцу то есть это как бы мы венчиваемся и вывинчиваемся такой небольшой такой вибрации но если не получается венчиваться до этого хотя бы просто так вибрацию такую вот смотрите поставили точку до в него вторую третью болезнь и вот с другой стороны уголка получился 1 2 3 и тут 1 2 2 2 4 вот это болезнь тут очень много пунктурных точек они прям идут линиями вот такими и в злопатке но мы же не китайский изучаем массаж да у нас это просто для профилактики триггерных точек мы как раз они совпадали с триггерными точками и дальше вот я не закончил просто пальцем нажимаем под лопатку стараемся залезть не заходит рукавить еще чуть-чуть ведь у меня постоянно это тоже работает далее круглую мышцу вот это вот прорабатываем вообще всю лопатку техника лапа леопарда вот туда все наши маски животные уводим вот туда туда подручную впазину еще раз еще раз все проходим вот туда любыми массажными движениями все вот туда вдоль ребер межреберные вот эти вот дела тоже можно пройти вот так ребра идут примерно под 45 градусов по диагонали вниз в ту сторону нас направлены движения с такой легкой вибрации межреберные не жалки уходит спазм всякие между рюмами там тоже мышцы есть коротенькие тоже спазмированы ну вот как бы для обычного массажа на этом можно работать с лопаткой завершить да и вот мы все переработанные материалы будем с лимфы вместе вот туда и подмышечную зону но если мы делаем мануальную терапию и когда до этого мы не прожали до позвоночно-реберное соединение вот эти вода а я вам говорю что их видно лопатка открылась вот они появились прямо кстати под этими триггерными точками они не находятся вот триггерная точка вот вот триггерная точка когда мы делаем вот так говорим что руку расслабить расслабить просто висит захватываем под плечо это можно еще вот так управлять плечо спереди плечо наделись на три пучка вот их видно да я хочу перенеды вот его отдельно промяли средний пучок вот он его управляли и задний пучок он как раз выбирает видеть этого промяли отодвигаем плечо может дальше от шеи тем чтобы вот тут у нас расширилось расстояние от западки до позвоночника и туда локтем впиваемся достаточно сильно выше и еще выше и еще выше при этом наша рука видите она поспользала сползала повисло здесь рожать часто в этот момент можно услышать характерный хруст это не страшно как раз снимать функциональные блоки реберно-позвоночник сушенений вот на этом этот сет работы с лопаткой у нас закончен те кто там приходит на тренинги много много теряет потому что мы познаем все на практике на натуре живой до девочки на мальчиках мальчиках девочках учиться ночью на все классно те кто видит нас по интернету ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на наши каналы